Вся наша жизнь играет, и если ты не клуб, увидишь это ты в программе, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб. И снова здрасте, друзья. Незаметно пролетела суббота, а сегодня у нас воскресенье, вы на канале Одизета. И на нашем канале мы продолжаем карьеру Зучиндункин Дай Моторс в игре FIFA 23 на PS4, и продолжаем мы наиважнейшим матчем с Puan Steelers. А до начала этого матча мы расскажем вам, что происходило до нашей встречи с вами. А до нашей встречи с вами мы играли матч против всего NFC, и выиграли мы его 4-5. Голами Моду Бэроу, чудеса, который творил покер на гостевой арене, мы добились наконец-то победы, хотя соперник был высшим классом. И надо сказать, Сиул был повержен. Вкратце о турнирной таблице. Ульсан Кюндай и Чундун Кюндай между ними 1 очко после последнего матча Сиул-ФСи 52 на 51, а Сиул может опуститься на позицию ниже. Так что смотрим матч с Puan Steelers. Наиважнейший матч за место в первой тройке, и мы начинаем. Итак, на ваших экранах после последнего матча с Сиулом вы видите следующие виды изменений. Минзи Кью на позиции левого крайнего атакующего игрока. Мун Сун Мин остался на месте. Чу Юсан после травмы вернулся. Галиану Ким Бок Кюн и Рю Джей Мун в тройке ползащиты. В четверке защитников Ворженяк Куджи Рюн Хо Джон Хо и Ким Мун Хван. Сон Бум Кюн, Гал Кипер, Джун Бу Кюндай. Ну а теперь таблица. Таблица перед началом нашей важнейшей игры с Puan Steelers. Эта важнейшая игра на самом деле принесет очень многое. Как в плане лидерства, так в плане и чего угодно. С DGFC у нас порвано по пропущенным мячам. Ранница забитых пропущенных плюс 40. Уль Сан Хюндай лидирует на одну очко больше, чем Чун Бу Кюндай. Им предстает игра против Sonam FC. Им потерять нечего, им придется Sonam FC обыгрывать Уль Сан Хюндай во что-то не стало. Джежи Юнайтед 35, 34 Сюла, 34 Puan Series, с которым нам предстоит играть сегодняшнюю игру. А вот Уль Сан Хюндай в прошедшем туре чемпионата Южной Кореи потерпел противную ничью с Gun 1 FC 1-1. И вот они как раз перед следующим поединком, перед предстающим поединком с нами, они могут потерять очень многое. Суон Блю Винкс 32, очка 29 у Суон FC, 22 у Суон FC. Ганван FC 19, Гимчин Сангму 18, Дегу FC и Гимчин Юнайтед между ними на одну очко. И они идут на последнем месте в чемпионате Южной Кореи. Теперь, что касается Азиатского континентального кубка. Я напомню вам, что мы играем в матчи против Гуанчжоу FC. Дальше Аль-Настер Шэнхайпорта, Али Тихат Аль-Шабаб и Джежи Юнайтед Аль-Хилляль. Причем наш соперник по нашей подгруппе Аль-Хилляль играет с корейским клубом. Дальше, я думаю, не имеет смысла этого рассказывать. Все это вы увидите в ближайших выпусках. А сейчас давайте начнем нашу игру. И начнем мы с состава гостевого Пуан Сейерс. Кан Хьон Мэ, Кан Хьон Му, голкипер Пуан Сейерс. Сим Сан Мин, Ха Чан Рэ, Пар Чан Йон и Ким Йон Хван. Четверка защитников, два опорных оббека Ли Су Бин и Шин Кван Хун. Три атакующих инсайда Лим Сан Хьюб, Син Джин Хо, капитан команды Ив Андерсон. Ким Сюн Дэ, единственный нападающий. Сун Кван Чу арбитр встречи, и мы начинаем наш сегодняшний матч между Пуан Сейерс и Джин Бу Кедай Моторс. Она встречает тем временем экран с участием Чун Бу Кедай, который они на родной своей арене должны соблюсти победу перед своей публикой. А это разминка Пуан Сейерс, который, наверное, может и привнесет какие-то действия в игру самой команды. Вот сейчас мы видим с вами арену Чун Джу Стэдио. Мы играем в дождь. Мы играем в дождь и Джин Бу Кедай против Пуан Сейерс. Первый этап сегодняшнего, скажем так, первый этап сегодняшнего чемпионата. Второй, наверное, будет еще похлеще, чем предыдущий первый. Главное, надо забыть о всех проблемах. Ну и сейчас давайте посмотрим на состав запасных в обеих командах. Дэнджил Полк выставил следующий состав запасных. Если мне не изменяет память, там мы видим Густаво. Мы видим и Моду Бэро, Петра Козлова, Ли Сюн Джи. Вернулся Чжюль Су, Юн Юн Сан и Ли Бун Су. Запасных дал кипер. Куджи Орён висит на предупреждении. Так что я думаю, что сейчас будет поинтереснее борьба за место под солнцем. Ну не под солнцем, а под дождем. В Корее. Чун Бу Кедай пока не баловал нас хорошим стартом с места в карьеру в первых минутах игры. Юн Кюн Гук. Запасных дал кипер. Пар Гун, Бук Юн Джун, Хо Юн Джун, Алекс Грант, Ли Ван Хёк и Ли Хо Дже. Кинг Ки Дон. Три игрока висят на предупреждениях. Это Сим Сан Мин, Син Джин Хо Капитан и Вандерсон. Три игрока висят на предупреждениях. Если они получат желтые карточки в этой игре, то они не будут играть следующий. Соответственно, сейчас. Борьба за лидерство между Александр Кюн Дай и Джун Бу Кюн Дай будет очень острый. Хотя может быть известный чемпион первого этапа. И первая шестерка сыграет наверняка в два круга. Второй этап. Итак, Джун Бу Кюн Дай против Пуан Стиерс. Поехали. Начинает первый тайм Пуан Стиерс. Как гостевая сторона, но тут же начинает контртрессинг идти. И Джун Бу Кюн Дай. Вот Вандерсон с мячом. Убегает от Воржиняка. Воржиняка не такая скорость, как известно. Но Са Кюн Дай вовремя. И бездрожа в руках. Начинает атаку своей команды. А вот дальше уже отбор со стороны Пуан Стиерс. Син Джин Хо. Он повисел на приближении, но сейчас, я думаю, эти приближения сгорят. Наверное, вы сами согласитесь, что... Еще чуть-чуть, и могло бы быть и по-иному. Шесть секунд требуется на вывивание мяча. А вот и Джин Ди Са может ускориться. Удар поворотом. И Кан Фион Му отражает этот удар. И первый угловой в сегодняшней встрече зарабатывает Джун Ди Кюндай Моторс. Напомню, что Ульсан Китай недостаточно просто выиграть у следующего соперника после нашего матча. Однозначно просто проиграть или сыграть ничью. Тогда разница по очкам будет тоже весомая. Одно очко. Окружаем тем временем голкипера. Голиано подает. Неудачная подача. Итак, Минзи Кюр попробует с другого края. Навешает. Навешивать. Вот. Джун Ди Сан дали удар. Штанга. Спасает штанга. Мы видели. Мы видели спасла штанга. Пуан Стирс, но она не спасает от первого гола. От возможного первого гола Джун Ди Кюндай многих болельщиков этого клуба. Лим Сан Хюб. Насим Сан Мина. Точная передача на Вандерсона. Вандерсон. А вот дальше уже не надо гоняться за этим мячом. Уже нельзя, нельзя. Давайте соперник пространства. Один на один. И Сон Бум Кюн. Великолепен Сон Бум Кюн. Ну что ж. По крайней мере. Мы видим то, что вижу я. Сон Бум Кюн. Галкипер демонстрирует великолепное видение поля. А вот дальше. А дальше Голиану. Молодцом. Передает Мун Сун Мину. Историческое свершение. Он на пороге. Вот чудеса на пороге исторического свершения. Здесь мы видели. Небольшой фокус на игроке. Син Джин Хо. Дальше. Ли Субин. Капитана дал вовремя передачу. А вот дальше. Дальше. Нет. Никто не лез в штрафную площадку. Но. По крайней мере сейчас. Первый момент со стороны Джин Бум Кюде. Можно вовремя записать как данные. И мы видим, что. Штрафной в пользу Пуан Стерис. Неха-то забывает. Обо всем. Ну и вынос мяча со стороны Джин Бум Кюде немного растормошил атаку Пуан Стерис. Вот Мун Сун Мин с мячом. Немножко неуверенно встал. Зато. Хач Анре Луж. Гач Анре. Оказался вовремя на пути мяча. 0-0. На табло нули. Закономеренный результат. Вполне возможно. Но вот сейчас. Если Кожин Бум не промахнет. Не промахнется в подкате. Будет очень опасно. И вновь Сон Бум Кюн великолепен. Снова в последний момент. Переигрался его соперник. И тут же разыгрался. Дальше надо включать только активную оборону здесь. Воржиняк, воржиняк, воржиняк. А вот Ким Юн Хван. Куджерри он успел вовремя отобрать. Но дальше воржиняку не стоило было выносить. Но все-таки перевел мяч на угловой. И так. Вынос мяча. Гляну с мячом. И Мун Сон Мин передает право само себе пробежать. А дальше уже вы видели Кан Хён Му. На авиа штрафную следует. Нет, не будет. Здесь не будет. Так или иначе. Ключевого момента. Ким Бо Кюн. Ой-ой-ой. Падение! Что скажет арбитр? Нет. Все-таки не усмотрел нарушение. А дальше уже нарушение правил со стороны Джин Бухинде, который приводит к свободному удару со стороны План Стидерс. И так до перерыва остается меньше 50 минут. И мы видим, как клуб Джин Бухиндай показывает Джин Бухиндай показывает атаку. И вот сейчас едва не успел План Стидерс завариться в этой ситуации, как тут же вратарь. Вратарь План Стидерс разобрался в этом моменте. Не дал пройти Джиусану. А вот дальше Сим Сан Мин. И при всем при том он вынес мяч куда подальше. Не успел Геллиану пробить, как тут же его буквально с ноги сняли. Ну что ж, Лим Сан Кью. Лим Сан Кью. Ключом, Рю Джейму. Передача не точная. Вот и Ким Мун Хван постарался. А прессинг надо дальше идти сейчас. Син Джин Хо. Син Джин Хо. Вот дальше что? Удар с угла поля. Удар с угла поля. Пока мы держимся первый тайм и не даем сопернику даже на мгновение пространства. Вынос мяча следует. Прямо на Мун Сун Мин. А вот обыграет последнего или защитника? Нет, не обыграет. Сколько же добавит корейский арбитр к окончанию первого тайма? Сейчас мы все увидим. Одну минуту добавляет арбитр и возможно последняя атака со стороны Джин Бухиндай не понадобится. Самим же клубом. Итак, первый тайм со счетом 0-0 на табло нули. И пока по одному зачетному баллу набирают в ритуальном Пуан Стилерс и Джин Бухиндай по ровну очков. Таким образом перед началом второго тайма. 0-0. Итак, обратим внимание на параллельные встречи. Джежи Юнайтед и Инчин Юнайтед пока 0-0. Суан Блювин и ФССУ еще не сыграли свою встречу. Ну и может быть в следующий день сыграют Ульсан Хюндай и еще один соперник. 59 на 41 владение мячом. Это уже не 50 на 50. 6-6 по ударам. Паритет. Лучший показатель лишь у Пуан Стилерс на 2 десятые меньше, чем у Джин Бухиндай. 14-7 по отборам. 6-3 из которых были выиграны успешно. 7-8 по перекладам. 6-4 по сейвам. 2-1 по валам. 4-1 по угловым. 2-1 по штрафным. Ну что ж. Сунг Ван Чо дает звисток своей часы и Джин Бухиндай начнет 2-й тайм на родной своей арене. Джонжи Стадион. И вот начинается соответственно игра в 2-м тайме. Минзи Кюм. Пара уже начинает с места в карьер. Убирает вот правую руку. А вот дальше пенальти. Я хотел сказать по правую руку. Нет, это я глупо сказал. На самом деле по правую руку хочет убрать своего соперника и пенальти заработал. Минзи Кюм. Да! Играть руками запрещено. Хотя, конечно, спорный момент здесь. Очень даже спорный момент вам так скажу, потому что ничего из этого не получится. Итак, Чу Юсан. Что ж ты сотворил, Чу Юсан? Пробил мимо. Такой шанс упустил. Зато пятый удар будет в копилку Чу Юсан как незабитый. Один из незабитых. Ну что ж. На табло по-прежнему нольный пенальти не реализован Чу Юсаном. А это означает, что я немножко поспешил с забитием пенальти. Вандерсон дальше Ким Юн Хван. Дальше никто не действует. Сом Бонген в машине когда на мяч и дальше Чу Юсан не успевает. Накрыть свои соперники и так. Накрыть придется по-другому. Какая пора образцов показать на атаку и тут же Хон Джин Хо выбивает мяч на угловой удар. Сейчас трибуна рух где-то от этого гудения. Трибуна как раз ух ты выбивание. Великолепно сыграно но надо еще стараться. и Женяк успевает. Спевает причем закрыть сопернику пространство. Ух как Минзикю обыграл соперника. Что же дальше произойдет? Наверх штрафную через себя не стал бить. чудеса но тут же он жем хо успевает. А там же и нарушение правил. Только с нашей стороны потому что Джин Бюкин Дэй нарушил правила в центральном круге. И так и так и так и так оп оп Сом Бун Кю наконец-то отцейвил. Вот сейчас Джеймон не успевает накрыть что же дальше происходит удар это 1-0 Пуан Стиллерс забивает первым и это делает по-моему Кинг Сюн Дэй да немножко неудачный старт во втором тайме надо кикохнуть эту не помойку наклассе а соперника который явно выше класса чем мы Кинг Мун Хван наконец-то отбирает мяч и будет Сим Сан Мин в развитии зала ну что ж примолкла трибуна Джин Бюкин Дэй ну что ж Вандерсон с мячом даже надо распоряжаться ух ты как хорошо сыграл Куджи Орён чудеса не успевает а если успеет глупоопасно и так пока не видно что происходит в этот раз великолепен голкипер надо выносить мяч куда подальше в такие ситуации гляну передача на Мин Зи Кью нужно решать но сил не хватает сил не хватает а Мун Сун Мин пробьет и Кан Фюн Му отражает удар самое время нам сделать замены самое время нам сделать замены так Мин Зи Кью пока остается так устал может спасти игру так Чуй Чуй Сун вместо Ворженяка вместо Ворженяка так Юн Юн Сан вместо Куджи Орён по-моему да и на атакующую на атакующий на атакующую полузащиту выдвигается Петр Козлов ну что ж замены произведены можно продолжать игру тем временем Грант вышел вместо Парка Чан Йонга и ответная замена за нами это уже первая возможность сделать замену вторая еще предстоит и так до первого остается порядка меньше 15 минут и мы видим как Хуан Силер забивает второй гол так или иначе но он приводит нас к некоему поражению но сейчас посмотрим как ответит Чунбук Кюндай опять падение в центральном круге не усмотрел это арбитр и вот сейчас пора уже действовать но аккуратность передачи очень низкая он находится своего фланга Чичи Чирсун успел успел Чичи Чирсун самой боковой линии спасает мяч Минзи Кью а дальше отбор дальше у нас отбор ситуация практически не похожа как на первом тайме Пуан Силер с явно высшим классом а вот дальше нарушение правил и травма Чу Дю Сан получает травму и мы видим что желтую карточку получает кто Алекс Гранд вышедший на замену что ж теперь можно сказать что Чу Дю Сан не станет проблемой для для такого если сейчас подкрутка сделать так Минзи Кью почти получилось но есть ошибка не дает Минзи Кью пробить продраться Кучу Козлов как неуверенно времени все меньше и меньше я думаю добавит пару минут опять нарушение правил с нашей стороны и снова Сон Бун так опять же Дани брос на Чу Дю Сана и убегает убегает Минзи Кью требуется удар великолепный пас гол 1-2 1-2 и Джун Буки Дай возвращается в игру возвращение в игру Джун Буки Дай после того как они проигрывали 2-0 и Ким Буки вместо него Ли Сюн Джи следующая замена пойдет Ли Сюн Джи уже наелся так или иначе но вот сейчас идем в отбор едва ли не сейчас Голиану побежал удар год нет гола что творится сегодня Джун Буки Дай 3 минуты добавлено Грант опять пошел пуром буквально на и сразу могут передачу ну Бэрроу да да это поскорее ну Голиану удар гол 2-2 Голиану ты наш спаситель ты спас нашу игру просто плакать хочется от этого но Хисус Голиану просто спас 2-2 но с чего начался вот этот вот это с чего началась вот эта неразбериха с того как ошибся голкипер и ошиблись защитники вот так я вам скажу ни одна игра не обходится без чуда и не обходится даже без аплодисментов Хисусу Голиану и так со счетом 2-2 близок Бэл Джинбэк Финдай к тому чтобы сравняться и в итоге сравнялись но к сожалению сравнялись с таблицей но сравнялись по счету 2-2 счет и в таблице по 52 очка на счету у Ульсан Джинбэк Ну что ж спас нашу игру вы видели Хисусу не увидите вы не увидите к сожалению в наших записях соответственно посмотрите на таблицу 23-го тура чемпионата Южной Кореи Ульсан Ульсан еще предстоит игра спуан стилерс а потом еще но до этого с унам FC Синчин Юнайтед у нас будет еще одна игра и Южной Юнайтед идет на предпоследнем месте по 17 очков на пару с Дегу FC Ну что ж Так иначе но сыгнать команду у нас получше сейчас И вот дальше мы просимулировали тренировки Сейчас давайте посмотрим что у нас по Йорн Али Йорн Джорн Али требует отменить контракт Так где тут у нас Джорн Али 44 оверол Да но под прицелом других клубов он не может так Джорн Али 44 оверол так или иначе он не попадает в наш состав давайте еще раз пробежимся по оверолам пробежимся по оверолам здесь так ну кто у нас проходит дальше и Ичизо Сакай еще один запасный голкипер там же и Кристофер Руд и Дамьян Бак фланговый фланговый скажем так защитник ну что ж так или иначе давайте посмотрим таблицу 55 очков 55 очков в пользу Ульсан хюндай ничья которая нас могла вывести на лидирующую позицию к сожалению нас подвела 52 очка у Джинду хюндай 37 ультреши на 1 очку меньше у Джейджи Юнайтед и Буан Стилирс с которыми мы играли несколько минут назад у Суон Блювинкс 32 очка 29 у Суон ФС 23 у Суон ФС по 20 очков у Гангун и Дегу ФС они вырвались в десятку Дегу ФС Димчин Санг Уинчин Юнайтед 18 на 17 Димчин Юнайтед нам предстоит встреча еще до нашей встречи с вами а следующую игру против Дегу ФС в июльской части чемпионата вы увидите на следующей неделе в субботу в субботу 11 марта в субботу 11 марта и мы плавно перейдем к июльской части чемпионата при том, что мы играем по системе весна-осень ну а теперь соответственно переходим к календарю наших игр календарь в общем-то состоит из каждой части чемпионата вот календарь так календарь мы сыграем против Дегу ФС затем мы сыграем с Джежи Юнайтед уже 12 марта затем против Ульсан Хюндай наших оппонентов по таблице мы сыграем соответственно уже теперь соответственно 18 и 19 марта ну и последние несколько игр до как раз окончания первого этапа чемпионата это как раз Унам и Гану и ФС что ж вот таким получается спасительный матч против против в Пуан Сидерс но ничья повторюсь подвела нас выйти в лидеры чемпионата а по заданиям мы видим что текущая позиция первая хотя это не так хотя это не так это ошибка в титрах потому что выиграть титул можно выиграть титул можно со второго места итак у нас пока 15 побед 7 ничьих одно поражение 17-4-2 у Ульсан Хюндай на 3 ничьих меньше чем у Джингу Хюндай так что этот сезон может оказаться едва ли не плачевным для Джингу Хюндай а мы на этом прощаемся с вами встречаемся с вами через неделю в субботу 11 марта матчем с очередным соперником Джингу Хюндай Моторс чемпионат Южной Кореи а я на этом прощаюсь с вами встретимся через неделю увидимся на футболе это был Дизет с каналами Супер Дизет на Аттис Икс а я начин на канале Дизет всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok